Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. И очень надеюсь, что после выходных вы с соответствующим настроением вместе со мной снова следите за фундаментальным фоном и за теми торговыми идеями, которыми мы руководствуемся уже довольно длительный период времени. Друзья, эта неделя тоже заготовила нам довольно много интересных отчетов. Я прямо изначально хочу, чтобы мы с вами прежде всего сфокусировались на том, что будет происходить с нефтью, поскольку, собственно, июнь месяц уже наступил, мы с вами ждем заседания Ближневосточного картеля, ОПЕК и, скажем, заседания стран-участников энергетического пакта, где, как всем известно, будут обсуждать перспективы вот этой самой сделки, соглашения касательно снижения объемов нефтедобычи. 22 июня состоится это событие. До этого момента уверен, что новостной фонд будет изобиловать комментариями, которые, с одной стороны, станут предполагать вероятный отказ от соглашения, ну или, по крайней мере, отказ от строгого соблюдения тех обязательств, которыми сейчас живут, собственно, участники энергетического пакта. А с другой стороны, комментарии будут предполагать то, что сделка в неизменном формате будет сохранена как минимум до конца этого года. Во всем этом новостном шуме нужно все-таки видеть реальные предпосылки того, какие изменения могут случиться. Я рекомендую делать все же ставку на то, что вот эта убежденность представителей ОПЕК, она на самом деле уже давно пошатнулась в том, что нужно соблюдать строго вот эти обязательства по снижению нефтедобычи. И почему? Да потому что цены на нефть и так находятся на высоких уровнях. Потому что цель, которая изначально была поставлена в основу этой сделки еще в конце 2016 года, сократить мировой избыток предложения, привести его в соответствие со средним значением за последние пять лет, уже реализовано. И Соединенные Штаты Америки, как уже неоднократно подчеркивалось и отмечалось, продолжают свою такую энергетическую экспансию. Конечно же, как минимум нужно задуматься о целесообразности стопроцентного исполнения этих обязательств. Я надеюсь, что в конце концов то решение, которое будет принято 22 июня, будет больше способствовать активности именно продавцов. Потому что это решение должно ознаменовать начало нового периода, я надеюсь, довольно затяжного для всего энергетического сектора, периода, когда на рынок снова вернутся опасения по поводу того, а не возникнет ли в ближайшее время снова серьезный перекос именно вот этого баланса спроса и приложений. Ну, будем за этим, друзья, следить. Я очень рад, что у нас есть возможность с вами на ежедневной основе освещать те события, которые на рынке нефти происходят. Мы это, собственно, и делаем, стараясь ничего не упускаться. Помимо нефтянки будем следить за канадцем, тем более, что в эту пятницу традиционно для канадской экономики, для канадца самые интересные отчеты в этот день именно выпадают. Рынок труда следом за американской статистикой, по рынку труда следом за Non-Farm Perils. Мы как раз будем теперь и канадского происхождения разбирать эти данные по мере, собственно, приближения пятницы будем делать на эти события больше акцент, но заранее я рекомендую готовиться вам к распродажам канадца, которые, собственно, уже, на мой взгляд, стали очевидными. Но единственное, что есть такой психологический рубеж по паре доллар-канадец, сейчас эта планка 1.30 никак нам не удается ее пробить. Ну, думаю, что это вопрос самого ближайшего времени, особенно в свете не только ожиданий слабых отчетов по Канаде, но и в свете поддержки для этой идеи, которая может прийти со стороны возобновления коллекционной динамики нефти и, собственно, роста доллара. Также будем следить за австралийцем, поскольку уже завтра Резервный банк Австралии опубликует решение по процентной ставке и следом за этим решением будут идти сопроводительные заявления. Надеюсь, те, кто торгует австралийцем и делает это на долгосрок, уже знают, о каких комментариях мы можем придерживаться и на какую риторику рассчитывать. Ну, вот осталось только получить подтверждение этих мягких комментариев, чтобы, разумеется, лишь еще раз убедиться в том, что у австралийца против доллара только один возможный и наиболее вероятный вектор долгосрочного движения. Это исключительно ослабление. Следим за британской валютой. Завтра у нас активность в сфере услуг. Напоминаю, что этот сектор генерирует практически 80% экономического роста. Достаточно посмотреть, как трейдеры активно реагировали на пятничный отчет по активности в производственном секторе. И можно вот этот эффект ожиданий сразу увеличить несколько раз, потому что волатильность априори по определению сейчас должна быть гораздо выше от выхода этого отчета, потому что мы все ближе, собственно, к каусовскому заседанию Банка Англии. Напоминаю, что это тот самый период, когда с большей долей вероятности все же решительность и британского регулятора, может порадовать трейдеров, которые сейчас делают ставку на покупку фунта, потому что это решение может касаться повышения процентных ставок. Следим также и за европейской валютой, тем более, что отчасти у нас некоторые политические риски сейчас уже в прошлом. Ситуация разрешилась, но не полностью. Тоже нужно очень внимательно сейчас отслеживать все изменения рыночных настроений, которые касаются европейской валюты. И поскольку к политике мы, скорее всего, уже будем возвращаться меньше, я предлагаю снова вернуться к прежнему основному катализатору распродажи евро. Это изменению и расхожению спреда доходности американских облигаций и немецких. А этот спред доходности остается на высоких значениях. То есть, это разница на многомесячных максимумах сейчас держится благодаря тому, что доллар продолжает расти, опираясь на поддержку собственного долгового рынка. Если мы сейчас посмотрим на облигации, то сможем легко заметить, что с азиатской сессии десятилетки подрастают уже больше 0,6%. 2,91% сейчас тот процент доходности, который мы наблюдаем, я не сомневаюсь, друзья, что по мере выхода дальнейших сильных отсчетов этот рост продолжится, и мы снова окажемся выше психологической планки в 10%. Чуть детальнее. По нефтянке с чем сейчас нужно работать? С тем, что рынок снова отступил от 77, сейчас котировки 76,5, но чуть-чуть могу с погрешностью констатировать текущие уровни. Я думаю, что конец прошлой недели явно нам еще раз продемонстрировал, что трейдеры больше склоняются к желанию отыгрывать идею о том, что страны ОПЕК попробуют увеличить объемы добычи посредством снижения вот этих ограничений, которые действуют в рамках пакта. И если покопаться в этой теме, то мы поймем, что есть такие высокопарные заявления, точнее основания для той же самой Саудовской Аравии о том, чтобы сделать это, поскольку в последнее время сильно просели объемы добычи в Венесуэле. И раз уж Саудовская Аравия отвечает за стабильность на всем рынке нефти, им было бы сейчас в пору и неплохо чуть поднять планку по добыче, потому что рост производства в этом регионе, да и в целом в рамках стран ближневосточного картеля позволит как раз решить вот эту потенциальную, это, пожалуй, ключевое слово, проблему нехватки приложения на глобальном рынке. Это то, что сейчас будет использовать Саудовская Аравия в качестве аргументов, почему нужно поднять немного показатели добычи. Но я уже, друзья, вам неоднократно говорил, что, скорее всего, истинная причина, она более очевидна. Это причина, связанная с элементарным страхом того, что американские производители уже фактически не видят берегов и каких-либо барьеров для того, чтобы охватывать все новые и новые рынки. Американское производство остается на очень высоких значениях. Прошлая неделя снова доказала нам, что производство увеличивается, уже добывается больше 10,5 миллионов баррелей в сутки. Исторические показатели по экспорту нефти, американские, исландцевые производители. Скажем так, американская нефтяная индустрия сейчас вкладывает очень много средств, инвестирует колоссальные суммы для того, чтобы разобрать и проработать все возможные варианты поставок нефти в разные уголки планеты. И им это, в принципе, удается. Я рекомендую вам, если эта тема вас интересует, посмотреть, насколько вырос рынок танкерных перевозок сжиженного, самого природного газа. И я уверен, что разбирая, собственно, нефтяную составляющую, там показатели будут довольно высокими, особенно если их сравнивать, я имею в виду, по экспорту и поставкам. Если сравнивать с прошлым годом, даже началом 2018 года. А то, что производство нефти в США будет расти, у нас есть классический барометр. Это количество буровых, это отчет, который публикуется каждую пятницу. Прошлая неделя очередной рост, ну, правда, можно сказать, символичный, но все равно. 861 нефтяная платформа сейчас действует, собственно, в Штатах. Рост продолжается практически каждую неделю, за редким исключением. Если сравнивать с показателями, скажем, двухгодичной давности, я думаю, даже годичной давности, вы помните, что количество терминалов было практически в два раза меньше. И этот рост, ну, непременно, несомненно, будет продолжен и сохранен, потому что WTI гораздо дешевле бренда. И, разумеется, тем, кто нуждается в углеводородах, если США готовы решить проблему именно трансатлантических поставок, этим партнерам выгоднее покупать именно американский сорт. Я очень надеюсь, что терпение, собственно, стран ОПЕК должно упасть. И, в конце концов, осознав все риски того, кому может принадлежать через несколько лет весь рынок черного золота, они поймут, что лучше сейчас уже, собственно, задуматься о том, найдется ли им место на этом рынке. А поэтому проблему нужно решать уже сейчас, чтобы это сделать, достаточно чуть поднять производство углеводородов, чуть подспить котировки нефти и сделать, собственно, интерес к сланцевому производству меньше, чем сейчас. Я думаю, что как раз после фактума июньского заседания мы увидим вот этот долгожданный разворот цен на нефть, поскольку я рассчитываю, что именно касательно будущего нефтянки не нужно быть оптимистом. Нужно быть пессимистом-реалистом и тех решений, которые в итоге будут приниматься. Рубль 62.20, мы по-прежнему замотивированы увидеть курс рубля в районе 65, и я думаю, друзья, как только котировки по бренду пробьют поддержку 75, там на импульсе будет достаточно, чтобы опуститься в моменте еще ниже, российская валюта против доллара, в принципе, без вариантов у нее будет только одна цель, один возможный уровень, это уже 65, и вот как раз этот рубеж я и предлагаю ждать. Доллар японская иена, мы растем, растем уже довольно давно с локальными откатами, если сейчас, собственно, доллар локально снова потеряет против японской валюты, это нужно будет использовать, я рекомендую ориентироваться на отложку buy limit 109.10, и по мере коррекции, если она случится к этому рубежу, доллар покупать все. Опоры для американской валюты по-прежнему очень много, прошлая пятница, это прям кладезь такой статистики, non-farm payrolls, количество новых рабочих мест, динамика роста заработных плат, средний показатель данного прироста, потом уровень безработицы, активности АСМ в производственном секторе, АСМ разгон инфляции, везде сплошной позитив. Вот из всего вот этого блока статистики я, пожалуй, особенно отмечу снижение уровня безработицы до 3,8%, хотя, ссылаясь даже на некоторые комментарии представителей ФРС, 3,9% это уже был невероятный просто позитив, и предполагалось то, что на этом уровне безработица вряд ли удержится, скорее всего отступит к 4%, но мы видим то, что 3,8% это уже текущий показатель, то есть свободных ресурсов на рынке все меньше и меньше. Поэтому у меня лично нет каких-либо сомнений в том, что рост заработных плат оправдан и опасно. Единственное, что могли бы зарплаты, конечно же, вырасти побольше, чем 2,7 годового выражения с 2,6. Ну, рост пусть и незначительный, это все равно рост, это позитив для американского регулятора, это сигнал того, что инфляция практически достигнуто, целевой ориентир в 2%, а значит нет преград для повышения процентной ставки. В общем, июньское заседание, друзья, уже совсем скоро, меньше чем через 2 недели, мы будем ориентироваться на это заседание. Почему? Потому что 100% ставку поднимут, и уже в преддверии этого заседания доллар должен начинать, пусть если не ролировать, то, по крайней мере, отрастать против основных конкурентов, есть все возможности для этого. Единственный фактор, который может спутать нам карты, это рост геополитических рисков, но опять же, будем работать с этой угрозой только в момент появления. Сейчас не хочется каркать, пока что нет причин уходить в защиту, давайте отыгрывать собственное укрепление курса доллара. Европейская валюта против американца. Мы на азиатской сессии сейчас растем, можно сказать, даже европейская. Котировки 1,17 уже, то есть отступили мы от донного уровня в районе 1,15. Политический фонд, с которым работали, кризис в Испании и в Италии разрешен следующим образом. В Италии сформировано коалиционное правительство, это правительство радикалов. Мы рассчитывали на этот пессимистичный сценарий чуть позже, ближе к осени, когда пройдут новые парламентские выборы и, соответственно, к власти придут именно евроскептики. Чуть раньше это произошло, то есть сейчас мы, соответственно, можем говорить о возможности негативных последствий для такого понятия, как членство Италии в рамках Европейского Союза. Но, конечно же, это еще такими белыми нитками шито. Я не хочу, чтобы вы ориентировались целиком на этот фундамент. Это риск, это вероятность. Я не знаю, может быть, евроскептики уже совсем другие, нежели чем те, которые были ранее. Возможно, сейчас они предпочтут не лезть на рожон и держать более консервативную политику, чтобы не раздражать тройку международных кредиторов. Ну, а с другой стороны, возможно, что с самого начала они дадут понять, что они согласны с тем курсом, который навязывается со стороны МВФ и со стороны, собственно, Еврокомиссии. Что касается Испании, то вот он, недоверие голосования к действующему премьеру Рахоеву закончился тем, что он был смещен с поста. То есть, реализовался тот же самый негативный сценарий. 180 голосов против 169. Сейчас новый премьер Санчес. Друзья, сегодня попытался поискать информацию, но было очень мало времени о нем. Ничего не могу сказать по поводу его взглядов. Давайте оставим это на потом, поищу и расскажу, если будет что-то интересное. Отчасти признаю тот факт, что неопределенность в том формате, которую мы ее обсуждали по политике еврозоны на прошлой неделе, она уже не так актуальна. Поэтому, возможно, сейчас трейдеры предпочтут использовать вот это локальное затишье. Вот эту паузу, прежде чем как снова внимание трейдеров переключится на то, что происходит на долговом рынке США и на то, что происходит с долларом. Поэтому допускаю, что локальный рост евро действительно может последовать. Я предлагаю, друзья, вернуться к идее продажи только после того, как евро-доллар закрепится ниже отметки 1.1615. То есть, можно ориентировочно выставить там отложенные ордера на дальнейшую продажу, но уверен, что у нас будет возможность с вами обсудить по мере приближения евро-доллара к этой отметке на наших ежедневных брифингах, то есть, ближе к делу. И если будут новые драйверы, причины, из-за которых уровни можно менять, я это, собственно, сделаю и вам расскажу. Фунт против американца. Тут в двух словах. На производственном индексе выросли больше, чем на 100 пунктов. Соответственно, ожидаю, что рост на сфере услуг может быть в порядке двух фигур. Ну, не в моменте, конечно же, а с отложенным эффектом, с размытостью, скажем, на несколько торговых сессий. То есть, по фунту я рекомендую сделку, друзья, байлимин с отметки 1.3320, потому что уверен, что трейдеры не смогут быстро потащить фунт, собственно, к более высоким ориентиром в моменте, как реакция на отчет, скорее всего, у нас будет проторговка. В идеале бы нам снять вот этот отложенный ордер и уже рассчитывать на то, что рост возобновится и пара фунт-доллар идет выше отметки 1.35. Индекс в производственном секторе, который мы разбирали в пятницу, рост с 53,9 до 54,4. От сферы услуг тоже ожидаю хорошую статистику. И чем лучше сейчас данные будут выходить, тем больше вероятности того, что Банк Англии в августе вернется к вопросу повышения процентной ставки. Я предлагаю не быть голослованным, а следить за тем, как меняются рыночные ожидания относительно фьючерсов по изменению процентной ставки. Сейчас постепенно этот показатель растет, ему уже выше, намного выше 50% то, что ставки будут подняты, собственно, в августе. Поэтому по фунту долгосрочно, возможно, это действительно единственный рисковый инструмент, который все же нужно рассматривать с точки зрения покупок. Доллар канадец. Уже было отмечено, что держится сопротивление 1.30, никак мы не можем прорваться выше. Не хватает поддержки от более слабой статистики Канады, не хватает поддержки от снижения цен на нефть и от убедительного роста доллара. Но согласитесь, во всех этих вводных, которые могут оказать влияние на пару доллар-канадец, возможно, вопросы могут возникнуть только к одному моменту – это когда эти причины появятся и когда у нас будет возможность отыграть вот эти сценарии. А то, что эти сценарии будут предполагать и ослабление нефти, и рост доллара, и оправданные ожидания по выходу слабой статистики по Канаде, я в этом не сомневаюсь. Вспомните последний отчет по темпам экономического роста, который единолично фактически сломал недавно возросшие ожидания того, что Банк Канады, точнее, да, все верно, Банк Канады может снова вернуться к вопросу повышения процентной ставки. Вы помните эту мощную свечу вниз больше, чем на 150 пунктов в среду после выхода решения по процентной ставке? Эта свеча была основана на том, что Банк Канады убрал якобы из заявлений в ожидательную позицию относительно дальнейших повышений процентной ставки, но выход слабых данных по темпам экономического роста вернул снова эту ожидательную позицию и ясно доказал, что, скорее всего, Банк Канады будет по-прежнему следить за тем, как трейдеры адаптируются к прежним решениям процентной ставки и уж тем более не будет торопиться. Если в эту пятницу, друзья, мы получим еще и слабые данные по рынку труда, вопрос с ростом процентных ставок можно будет сразу закидывать на 2019 год, поэтому вероятность ралли доллара-канадца, о котором я говорил, довольно высока, и ее не нужно недооценивать. Я допускаю, что завершим мы эту неделю выше отметки 1.30, и если вы посмотрите еще с точки зрения технического анализа, на дневках там довольно очевидная формация, голова и плечи перевернутые, но, опять же, нам нужно пробить уровень 1.2070, чтобы эта формация, этот паттерн очень неплохо себя отработал в плане дальнейшего восходящего движения. По австралийцам сегодня растем, почему? Потому что вышли сильные данные по розничной продаже, мы, участники рынка, поверили, что на основании высоких показателей розницы может измениться риторика Резервного банка Австралии. Якобы, если растут розничные продажи, значит, есть и возможности для роста инфляции. Не нужно торопиться, не нужно делать поспешные выводы. Завтра у нас заседает Резервный банк Австралии, конкретно послушаем, что они скажут, на брифинге разберем, собственно, эти формулировки и заявления. Но уверен, что уже к моменту прямого эфира у нас будет возможность говорить о слабости австралийца, поэтому ориентиры, которых мы придерживались раньше по Австралии, 0.73, друзья, эти ориентиры сохраняются. Да, очень долго идут качели, непонятная, невнятная динамика, консолидация немного даже раздражает, отсутствие какого-то трендовости. Но нужно ждать, потому что те, кто умеет ждать, в итоге оказываются вознагражденными. Из важных отчетов сегодня предлагаю последить за динамикой производственных заказов США. Отчет, ну пусть не такой сильный, как мы привыкли разбирать, особенно в свете наследия пятницы и того блока статистики, который был. Но для общей картины тоже неплохо. Убедившись в том, что и производственные заказы, то есть промсект растет, возможно, это еще один дополнительный драйвер для роста курса доллара. Также на неделе у нас будет еще несколько важных отчетов. В основном обратим внимание на индекс активности в сфере услуг. Понимаете, что для развитого рынка это очень серьезный и солидный индикатор общего состояния. И уверен, что статистика нас снова не разочарует. И в свете уже последних сильных отчетов будем ждать вот это июньское заседание и ждать, что ставки наконец-таки снова будут оподяты. Друзья, на этом, собственно, все. Огромное спасибо тем, кто смог присоединиться к прямому эфиру. Напоминаю, что брифинги проходят у нас каждый день в 9.30 по московскому времени. Те, кто не может присутствовать себя в прямом эфире. Ничего страшного. Достаточно зайти на наш канал на YouTube. Там сразу же мы публикуем и запись. Буквально через 20-30 минут после того, как брифинг завершается. Хорошая вам торговая неделя. Рынок в июне будет жарким. Традиционно у нас летний сезон насыщен на события. Основные релизы, которые мы, собственно, ждем в рамках этого месяца и основные фундаментальные события. Это ставка по ФРС, это заседание ОПЕК и возможные, ну, частичные, собственно, частичные выходы из соглашения по энергетическому пакту. Ну и плюс ко всему еще будем следить за заседанием Европейского Центрального Банка. Очень важно снова вспомнить про мягкую риторику, о чем наверняка нам расскажет Драги. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»